Добрый день, дорогие друзья! Рада нашей встрече в прямом эфире телеканала «Союз». Сегодня 79-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Нынешний Санкт-Петербург был окружен немецкими войсками с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Тогда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей. В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения и молились. Протерий Борис Глебов, настоятель Спасопреображенского собора, во время блокады был ребенком. Батюшка вспоминает, «В войну многие стали молиться открыто, не таясь. Ушел страх. Война стерла его. Потребность в вере и церкви стала сильнее страха. Храмы были полны, служились всегда две литургии – ранняя и поздняя». Пасха 1942 года была ранней – 5 апреля. И как раз в это время враг после долгого перерыва совершил особенно яростный массированный налет на город. Он начался вечером Великой Субботы. Пасхальное богослужение пришлось перенести на 6 часов утра, что позволило избежать многих жертв. А утром в храм потянулись люди, чтобы осветить – нет ни куличи, а кусочки блокадного хлеба с воткнутыми в них свечками. Продолжит эфир посвящение ленинградцам от Игоря Растеряева. Я стою смотрю в стылый зимний мрак, освещает ночь ладожский маяк. Хоть и нет в душе для тоски причин, Чудятся порой всполохи в ночи. Мысли-пороши, будто бы в преду, Караван-машин на весеннем льду. Среди них есть ты, изможденный весь, Вышедший опять в свой блокадный рейс. Курс на Ленинград Через тонкий лед И нельзя назад, Можно лишь вперед, Можно лишь уйти к Богу босиком. Если по пути, трассером в стекло, Взрывы тут и там, Дыбом лед встает, Караван-машин набирает ход. Ты с собой рвешь, вражье колецо, Скалит смерть в окно, тощее лицо. Мечется в груди метронома стук, Город ждет муки, А дурев от мук, Может, в этот миг, Где-то у станка Выронила ключ. Детская рука, вспышка за стеклом, Мессер с неба бьет, Вот передний встал И пошел под лед, Котелки извинят сотни бубенцов, Справа полынья, Вплоть до зеленцов. Сколько вас таких, Тех, кто уходил, Так и не узнав, Кто же победил, Под сомнений вихрь Просто жал на газ. Это ты моих Сохранил и спас. Не прорваться мне Через снежный бред Разделяют нас Семь десятков лет. Лишь хочу, чтоб знал, Ты в своем раю. Я из-за тебя Здесь, сейчас стою. Сегодня 60 лет исполнилось митрополюту Тома. Томскому и Асиновскому Ростиславу. Специальный репортаж о своем архипастере подготовили наши сибирские коллеги. Им слово. Владыка, это есть в вашем кире? Да. Из своих 60 почти полжизни Владыка Ростислав посвятил Томской области. Если быть точнее, четверть века. За это время ни одна съемочная группа не пересекала порог его покоев. Они находятся непосредственно в здании епархиального управления. Поэтому даже в этих покоях владыку на самом деле редко оставляют в покое. Все, что вы сейчас видите, до сих пор было скрыто от посторонних глаз. Это личное пространство митрополита. Старец Луанна Форский. Тоже, которого я так со студенческих лет очень полюбил. Прочитал когда-то в те годы книгу его ученика Сахарова Афанасия. Телью митрополита царскими хоромами не назовешь. Скорее наоборот, она поражает своей аскетичностью. Минимум мебели и никакой бытовой техники. Сказать, что томский владыка совсем отрекся от благ цивилизации, конечно, нельзя. Он пользуется компьютером, может ненадолго включить телевизор, как правило, на выпуске новостей или православных программ. Но не в своих покоях. В отличие от большинства других архиереев и даже архимандритов у томского владыки келейника нет. Всех лопоты по хозяйству, в том числе черновая работа и приготовление пищи на его плечах. Личная пространство митрополита Ростислава отличается чистотой, простотой и какой-то особой системностью во всем. При этом все по-монашески скромно. В прошлом году исполнилось ровно 35 лет со дня его пострига. Я архиерей, но ко мне обращаются как к архиерею. У меня есть мое монашеское имя, все. А вот кто-то демонстрирует, а вот мы по паспорту. Ну а по паспорту, они такие вот, приходят, если какая-нибудь бумага, даже официально из какого-нибудь ведомства. Там мирские мои координаты. Письмо 9-го Сергея Николаевича. Уважаемый Сергей Николаевич, я либо в помойку, либо назад отправляю адресат, такого нет. Я такой адресат. Он умер так в 1987 году. Прежде чем посвятить всего себя Царю Небесному, тогда еще Сергей Девятов по обыкновению тех лет отдал дань Царю Земному. Отслужил два года в Советской Армии. Во время воинской службы, несмотря на все старания отцов-командиров, особенно замполита, открыто исповедовал веру Христову и привел к ней многих сослуживцев. Два года в армии – это было, по сути дела, временем ожидания возвращения в Троице Сергиеву Лавру. После того, как я один год отслужил, вот и меня отпустили в отпуск, то прежде чем я поехал домой для того, чтобы повидаться с родными, близкими, с мамой, с бабушкой, друзьями, знакомыми, сначала я поехал в Троице Сергиеву Лавру, потому что желания это было куда больше. В личной библиотеке владыки Ростислава много раритетных книг и уникальных изданий. Но вот эта рукопись, пожалуй, особенно оригинальна. Это Евангелие от Сергея Девятого. В том смысле, что он, будучи в воинской части, собственноручно переписал красивым каллиграфическим почерком священные тексты Нового Завета. Этот экземпляр оставил себе. А три или четыре такие же рукописные книги подарил сослуживцам. Я писал в обычных тетрадках 12 листовых, а потом их отдал в переплетную. Мне вот переплели этот вот переплет кожаный. Ну, я наклеил уже какие-то здесь вот изображения. А здесь вот как бы на память подписал, что Святой Евангелие Господу нашего Иисуса Христа. Это уже Еврей. Житомир, 1983 год. Это когда я демобилизовался из армии. После демобилизации уже ничто не смогло помешать пылкому юноше отправиться в дорогую его сердцу Троице Сергия Улавру. Там он окончил столичную духовную семинарию, а затем и академию. Уже будучи семинаристом, принял монашеский постриг с именем Ростислав. Вскоре после него возведен сан Иродьякон, а спустя буквально два месяца – ваеромонаха. Мечта служить Богу и людям в родной обители стала явью. Однако в 30 лет по благословению патриарха Алексея Второго и решением Священного Синода неожиданно для себя стал епископом и отправился на архиерейское служение в суровый Магадан. На Магаданской кафедре Владыка Ростислав нес свое нелегкое послушание в течение пяти лет. При нем церковная жизнь на Чукотской земле начала разгораться ярче и обрела свою стройность. Появились новые православные общины и храмы, велась активная подготовка священников. Уделялось большое внимание миссионерскому служению. Планов по развитию епархии у епископа было много, но Божий промысел внес в них свои коррективы. В декабре 1998 года его перевели на Томскую землю. Не мне судить, что здесь сделано плохо, что хорошо. Наверное, может быть, если бы был какой-то другой человек, может быть, он бы сделал что-то и по-другому, и сделал бы и больше. Но история не знает, как говорят, сослагательных наклонений. И Господь, если меня сюда определил, значит, видимо, он видел, что здесь нужно именно что-то такое, к чему способен я, а не какой-то другой человек. За четверть века служения Владыки Ростислава церковная жизнь и в Томском регионе вышла на новый уровень. Его трудами в областном центре снова появились духовные врата города – Иверская часовня. Завершено восстановление начались ежедневные литургии в Богоявленском кафедральном соборе. Воздвигаются другие разрушенные в годы советской власти храмы и строятся новые. Духовная семинария переехала в новый корпус. Усилиями митрополита при семинаре открыт церковный исторический музей с редкими экспонатами. Кроме того, Томск обрел новые святыни. Привезена десница святителя Макария Невского. Появился список иконы Святой Живоначальной Троицы преподобного Андрея Рублева. Специально для сибирских Афин написано Святой Афонской горе, Иверская икона Пресвятой Богородицы и образ Николая Чудотворца. Разумеется, это далеко не полный перечень важных событий в духовной жизни области за прошедшие 25 лет. Время идет очень быстро, незаметно. И, казалось бы, я в Томск приехал только-только. А среди всех епископов томских, томская епархия самостоятельная появилась в 1834 году, дольше меня никто томскую кафедру не занимал. Наверное, символично, что редкие минуты свободного времени митрополит Ростислав старается посвящать комнатному судоводству. В его покоях и в служебных помещениях епархии, можно сказать, малый ботанический сад. Есть и пальмы, и оливковое дерево, и цитрусовые. В России ухаживает за растениями владыка сам. Многие из них приносят свои плоды. Чего стоит, например, вот этот гигантский лимон. Он созрел накануне Нового года и своим ароматом долго наполнял большой зал для приема гостей. А томичам остается молиться и верить, что главные ботанические и, конечно, духовные плоды владыки Ростислава еще впереди. Нашим телезрителям митрополит Томский и Асиновский Ростислав хорошо знаком по программе «Православный взгляд». Все прошлые выпуски этого цикла можно найти на нашем сайте. Мы поздравляем Владыку с юбилеем и желаем долгих лет активного архипастерского служения, доброго здоровья, душевных сил и успехов. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok